Антропогенное воздействие на биосферу провоцирует потерю ее устойчивости, нарушение круговорота веществ, энергии и информации, в результате чего может начаться процесс саморазрушения биосферы, как саморегулируемой системы. Состояние природной среды подвержено непрерывным изменениям. Эти изменения носят различный характер, направленность и величину, неравномерно они распределены в пространстве и во времени. Таким образом, в связи с необходимостью выявить антропогенные изменения состояния окружающей природной среды, возникла необходимость организации специальной системы наблюдения, оценки и прогноза состояния природной среды в местах интенсивного антропогенного воздействия, а также в глобальном масштабе. Термин «мониторинг» впервые использовали в 1971 году в рекомендациях специальной комиссии при ЮНЕСКО, а в 1972 году в Стокгольме на конференции ООН по окружающей среде уже появились первые предложения по организации глобальной системы мониторинга окружающей среды. Основная цель экологического мониторинга заключается в обеспечении своевременной и достоверной информации, которая позволит оценить показатели состояния и функционирования экосистем и среды обитания человека, выявить причины изменения показателей, создать условия для определения мер по исправлению возникающих негативных последствий, организовать мероприятия по улучшению качества окружающей среды. Основными задачами экологического мониторинга являются наблюдение за источниками и факторами антропогенного воздействия, наблюдение за состоянием окружающей среды, оценка фактического состояния окружающей среды и прогноз изменения этого состояния. В зависимости от поставленных задач, экологический мониторинг принято разделять на научно-исследовательский, диагностический, проектировочный. По объектам наблюдения условно различают мониторинг окружающей человека среды, воздуха, водных объектов, почвы и биологический, растительного и животного мира. По методам ведения мониторинга выделяют дистанционный, например, с использованием аэрокосмических снимков со спутников Земли, биологический, с помощью биоиндикаторов, химический, физический и физико-химический, с использованием различных качественных и количественных методов анализа. Наблюдения за состоянием окружающей среды в рамках проведения экологического мониторинга осуществляют на стационарных или передвижных постах. По уровню организации экологический мониторинг подразделяют на локальный, региональный и глобальный. Локальный мониторинг организуется в случае необходимости слежения за влиянием конкретных объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в пределах небольшой территории – промзона, район, город. Объектами наблюдения являются приземный слой воздуха, поверхностные и грунтовые воды, выбросы, стоки, источники радиоактивного загрязнения. Региональный мониторинг организуют в пределах определенного региона, где эти процессы и явления могут отличаться и по природному характеру, и по антропогенным воздействиям от базового фона, характерного для всей биосферы. Объектами наблюдения являются природные экосистемы, исчезающие виды растений и животных, агроэкосистемы, урбосистемы. В случае, когда необходимо слежение за состоянием и прогнозирование возможных изменений общемировых процессов и явлений, включая антропогенные воздействия на биосферу в целом, то организуют систему глобального экологического мониторинга, в котором участвуют многие страны. Например, программа ЕМЭП – совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ в Европе. Объектами наблюдения являются атмосфера, гидросфера, почвенный покров, биологическое разнообразие. Важнейшим условием комфортного существования человека является благоприятная окружающая среда. Качество окружающей среды – это состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями или их совокупностью. В настоящее время для оценки качества окружающей среды и степени воздействия на нее разработаны нормативы, которые принято подразделять на три группы. К первой группе относятся нормативы качества окружающей среды. В настоящее время это санитарно-гигиенические нормативы, которые представляют собой предельно допустимые концентрации – ПДК – вредных веществ, а также предельно допустимые уровни – ПДУ – химического, физического, биологического и радиационного воздействия. Данные нормативы разработаны с целью определить показатели качества окружающей среды применительно к здоровью человека. Предельно допустимые концентрации и предельно допустимые уровни являются определенными нормами щадящего воздействия загрязняющих веществ на здоровье человека и природную среду. Устанавливаются они для среднестатистического человека, однако ослабленные болезнью и другими факторами люди могут почувствовать себя дискомфортно при концентрациях вредных веществ, меньших ПДК. Вторая группа – это нормативы допустимого воздействия. Это так называемые производственно-хозяйственные нормативы. К ним относятся нормативы выбросов и сбросов вредных веществ, физических воздействий, размещения отходов. Такие нормативы устанавливаются для конкретного источника воздействия – предприятия, ограничивая его негативное воздействие на окружающую среду пороговой величиной. Третья группа объединяет комплексные нормативы, сочетающие в себе признаки первой и второй групп. К этой группе нормативов относится предельно допустимая нагрузка на окружающую среду, нормы защитных и санитарных зон и т.д. Оценка степени загрязнения окружающей среды производится путем сопоставления результатов наблюдения с нормативами качества окружающей среды. Если концентрация загрязняющих веществ в объекте исследования превышает нормативы качества, то говорят о загрязнении окружающей среды. В зависимости от уровня превышения устанавливают степень загрязнения и уровень воздействия на окружающую среду согласно принятым методикам.